Мы с вами, вот видите, людей, находимся на городском холме древнейшего, одного из древнейших городов, сохранивших свое имя Аммана. Привлекли мое внимание несколько кернов. Вот видите, вот керны в колоннах. Керны, кем когда сделаны, мы не знаем. Глубину их не знаем, зачем они вырезали, что здесь пытались делать, кому понадобилось. Здесь, это, тоже знать, не знаю, размеры кернов. Зачем их делали, 5 штук здесь оставили. Не похоже, ну вот судя по тому, что в них, их так раскопали, потому как в них уже у нас камни и отложения сохранились, потому что их даже не вычислили на самом деле. Не знаю по какой причине, на какую глубину они тоже уходят. Вот здесь тоже не до конца не ясно, но видно, что глубоко, вот прям пропиливал, пропиливал. Зачем и когда это производилось, тоже не установить сейчас нельзя. Но вот порода, присмотритесь, очень необычная. Здесь у нас встречаются и отдельные камни, блоки, и организмы, и даже, ой, хотел сказать, стекло. Да, это паутина паука такая, по цветам, как мутное византийское стекло. Ну вот конгломератная такая порода. Несколько колонн, малых колонн. Колонны, современные следы у нас, современные инструменты, вы можете посмотреть. Точно так же при обработке выполняют такую вот фору, ну оставляют такие следы. Несколько колонн у нас оставлены, вставлены точнее, ну и потом оставлены в крепостной стене, когда переделывали. А вот давайте посмотрим сейчас свой стаканчик. Ча я оставлю, вот современные реставрации. Вот у нас точно так же инструментом. Снимали аккуратно фасочку, потом выравнивали, очень разные шлифовали. Потом у нас есть следы выравнивания, вот так вот пропиливали, кстати, неровно. И следы, вот опять снята фасочка аккуратно, и следы долбления, но это не вручную, долбили. Мы-то уже проходили, это такая вот крутящаяся, она вибрирующая, точнее, плоскость. И она идет, 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 и вот так вот она выбирает. То есть туда-сюда, туда-сюда, и за счет этого получаются вот такие немножко синхронизированные формы. Мы продолжаем разговор. Простите, что приходится иногда, я тут подпростыл, и некоторые особенности приходятся вот так вот голосом. Выражать, я знаю, что это не всегда очень, не очень комфортно, но, ребят, как есть. Я тут не случайно показал портик, портик где-то большой достаточно, я думаю, что он глубоко туда уходил. На портике тоже следы, следы аналогичные современным инструментам. Хорошо видные, крупные, кстати, следы. Я сейчас вот возьму для понимания, чтобы возьму вам соломинку, вот, чтобы вы понимали, что эти следы отличаются от того, что мы встречаем в античности, в античности на, в Малой Азии, например, да. Здесь уже размер все-таки побольше, здесь несколько, полсантиметра уже между ними ход. И посмотрите, они тоже достаточно такие длинные. Вот они вот так вот были проработаны, вот эти идут фрагменты, элементы. Ну и дальше у нас традиционный античный, единственный, да, вариант античного узора. Итак, мы, здесь интересная форма лежит, мы приближаемся к храму, храм, называю это форму, храм не назначение, назначение, функционал мы не знаем. Сооружение удивительная штука. Вот здесь она тигрово-разрезе. И тигрово-разрезе нам показывает что? Нам говорят, что это формы для того, чтобы крутить оливки. Вот оливки крутились, крутились, здесь колесо вращалось, здесь устанавливано, соответственно, вторая половина была. Она не обломилась, она разрезана из двух частей состоит. И кто к чему ее создавал, я так считаю, то есть я встречал, мы видим с вами на того же Пиранезе такие фонтаны. И когда мы встречаем фонтаны, тогда мы можем с вами предполагать, говоря действительно о фонтане, что здесь внутрь какой-то механизм был. А это чаши фонтанов, потому что они разного очень диаметра. Ну, ярко выражены, непонятно опять, почему она все-таки у нас обрезана. Я, правда, не ясно, но, может быть, попробуем. У вас есть какие-то версии еще, друзья? Ну, я не считаю, что это пресс для оливок. Во-первых, они огромные, все огромные. Для оливок их очень мало, и можно было что-то поскромнее достаточно. Там прессов 100 килограммов, он будет крутить все. Зачем многотонные вещи, каким как-то это вращать, все вращаться должно быть. То есть, у вас же не будет вращаться по одновременно, по нескольким плоскостям. Вот так и вот так по срезанной плоскости на бок. У вас же будет это колесо крутиться. И оно, и у него не так много для маневра возможностей. Колесо небольшое. В общем, городить вам пришлось. Огород был большой, а результат, в результате я не уверен. Плюс вот эта вот полировка, боковая полировка, тут какая-то линия еще вот так вот, как будто она грубая, более поздняя. Ну, вызывает вопросы. Все это натуральный камень, великолепный, розовый, великолепнейший просто розовый ракушечник. Редчайшая порода, красивейшая невозможно, потому что, видите, вот это вот белый, вот тут тоже микроорганизмы, что есть в ней микро-микро, морские организмы. Здесь их много сохранилось. А вот нижняя часть храма, перипетера храма, это у нас, о чудо, розовый ракушечник. Действительно. Я-то говорил, белый храм, белый храм, а он-то, оказывается, вот эти камни сохранились, тоже розовые. Я не знаю, видно ли камера или передает, но вот мне хорошо виден этот оттенок. Вот я думаю, что и вам виден, особенно на контрасте вот так вот, белого и розового. Это шедевр, шедевр, вдвойне, втройне, многократно усиливающийся эффект. Розовый храм, красота, ой, красота. Когда вы видите, розовый, бывает, розовый мрамор, тоже впечатления очень яркие, интересные. Ну, здорово, здорово. Пойдемте, посмотрим, что у нас там внутри храма. Мы, канал Забытые Руины. Да, иногда захожу вот и в такие места, в места всем известные. Ну, хотя, может быть, некоторые из подписчиков не слышали про центральный храм в цитадели Аммана, столице Иордании. Но это забыто в каком плане. Вот видите, селфи они прошли, сделали, разошлись. Куча туристов вокруг, внутри никому ничего. Потому что смотреть, это нам посмотреть важно. Потому что помните, внутри храма, что должно быть правильно. Всегда внутри храма должен быть арочный фундамент, тот же подземный зал. Вот мы сейчас поищем его признаки. Он есть без вариантов. Потому что это конструктивная, обязательно конструктивная особенность. Почему все это уцелело до сих пор? Лишь потому, что там есть оформлен великолепный фундамент. Пойдемте его искать. Канал Забытые Рыны специально для вас. Друзья, жду ваших комментариев, отзывов. Если есть возможность поддержать наше путешествие, наше исследование, поддержите. Это будет большим, важным вкладом. И каждая копейка лишней никогда не бывает, ребят. Хочу передать отсюда привет тем, с кем увижусь только завтра. Моим друзьям. И они, наверное, будут смотреть это уже после того, когда все мы вернемся из Иордании. Ребята, ну сами знаете, кто всех не называю. И моей команде, большой привет моей команде из Мерсина. И моим друзьям из, в том числе, канала про цивилизации Миши. С Аванья. Всем-всем Юры с Историей Пи. Потому что Юра, я лично не знаком, но Юрий озвучивал и рекомендовал мой канал, за что я ему благодарен. Хоть я и не собираю количество подписчиков, не гонюсь за этим. Но все-таки доброе слово человека-исследователя. Юра тщательный и добросовестный исследователь. Особенно документов. Очень-очень приятно. Пойдемте. В следующей серии мы увидим, что там.